Мир вам дорогие друзья! Сегодня я хотел бы поделиться с вами продолжением сна о церкви. Точнее, не продолжение, а правильнее было бы назвать это второй частью, которая связана с первой. И эта вторая часть, она была дана не во сне, это было скорее видение, которое произошло во время молитвы, как раз когда мы молились о церкви, размышляли о вопросах, связанных с этим. И атмосфера во время молитвы была не очень благоприятной. По некоторым выражениям, настолько была неблагоприятная атмосфера, ощущалось некое даже дыхание смерти. И во время молитвы моя жена вновь увидела себя в комнате, внутренней комнате своего сна, где лежала эта женщина, покрытая вуалью, покрывалами, которая представляет собой церковь или, правильнее было бы сказать, наверное, духовную составляющую церковь, духовную начало церкви. В это время, пока шла молитва, было такое ощущение, что ее сердцебиение прекратилось, сердце остановилось. И в этот момент с небес спустились как бы две руки, верим, руки Божьи, которые проникали через крышу, через пополок этого здания. В руках были дефибрилляторы. И был один, второй, третий разряд. После третьего разряда сердце вновь начало биться. И в этот момент женщина встала и все то, что на нее надели другие люди, которые занимались активной деятельностью во внешней комнате, покрывало вуали. И что самое интересное, даже морщины, было такое ощущение, как будто это какой-то все это осталось лежать. Она встала такой, как она о себе говорила, красивой, молодой, полной сил и легким шагом перешла во внешнюю комнату, сев там на стул посреди этой комнаты. В этот момент, когда она вошла туда, вся работа, вся деятельность, все движение моментально остановилось, моментально прекратилось. Все, которые находились в этой комнате, обратили на нее внимание, все заметили. И здесь очень интересный момент. Мы говорим о том, что внешняя комната часто представляет душевную, человеческую составляющую. И возможно это так, возможно нет, но, как мне кажется, многие сегодня даже положительные вещи, которые мы совершаем в качестве церковного служения, продиктованы именно нашими человеческими устремлениями, нашим человеческим пониманием. Они исходят из сферы душевного. Это не означает, что они обязательно плохие. Но во многом мы ищем и находим себя именно вот в этой деятельности. Это могут быть какие-то социальные проекты. Опять же, я подчеркиваю, это хорошие вещи. Опять же, это могут быть какие-то работы, связанные с облагораживанием церковных помещений, с увеличением комфорта богослужений, с какими-то дополнительными методиками, трюками для того, чтобы привлечь людей к церкви. И чаще всего это продиктовано хорошими, правильными мотивами, с желанием привлечь людей туда, где проповедуется Слово Божье, с желанием сделать для них приятную, хорошую атмосферу, в конце концов, как бы ответить на базовые нужды людей. Ну вот, среди всего этого, среди всей этой бурной, организованной деятельности, когда Бог приходит и видимым образом являет свое присутствие, это всегда чувствуется, и это не может остаться незамеченным. Наши богословские взгляды могут допускать подобные вещи или не допускать. У нас могут быть разные подходы, разные объяснения к этому всему. Но когда это происходит, мы не можем игнорировать это. Когда Бог начинает действовать, вот, в среде активной человеческой деятельности все это замечают и все понимают разницу. И дальше был интересный момент, потому что после того, как все ее увидели в этой комнате, все участники вот этих бурных процессов разделились на три категории людей. Первая категория вдруг, казалось бы, осознала, что им делать больше нечего. Они готовились к похоронам или к поминкам, и вдруг оказалось, что та, кого они собрались хоронить жива и здорова. Соответственно, зачем это все делать? И они просто оставили то, чем они занимались, и вышли из этой комнаты. В это время из рук этой женщины, которая сидела на стуле посреди комнаты, начали проистекать или даже бить источники воды. Сильные, живые, бурлящие источники воды. И все остальные, разделившись на две группы, подошли к этим источникам. Одни пили воду, другие умывались этой водой. И, как мне кажется, это представляет собой очищающее покаяние и принятие силы, принятие помазания. Я верю, что вскоре мы увидим, как духовное начало, духовная составляющая, духовный источник церкви, то, как Бог видит церковь, то, как Бог определяет церковь, займет подобающее Ему центральное положение. И в свете этого откровения, потрясения, мы не сможем это не заметить. В свете этого мы вынуждены будем во многом пересмотреть то, что мы сегодня называем своим служением, то, что сегодня мы называем своей деятельностью для Христа. И пересмотреть эти вещи мы можем по-разному. Самые разные крайности возможны в данном случае. Но Божий путь, я верю, это путь преображения, который происходит через очищающее покаяние и через принятие силы и помазания от Духа Божьего. Тогда та сокровенная церковь, которая есть в Божьем сердце, явит себя видимым образом на этой земле. И слова молитвы Господней, которую мы повторяем каждое воскресенье, начнут становиться реальностью все больше и больше. Да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое, да явится Твоя слава на этой земле, как она есть на небе. Благословения Вам! Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok